Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям отклонил в среду, 23 января, законопроект, которым предлагалось разрешить движение и стоянку техники повышенной проходимости снегоходов, снегоболотоходов, водоохранных зонах районов Крайнего Севера. Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в июле 2017 года собранием депутатов Ненецкого округа. Разработчики предложили внести изменения в Водный кодекс Российской Федерации, чтобы жители населенных пунктов в районах Крайнего Севера могли передвигаться на снегоходах и снегоболотоходах при пересечении ледовой поверхности водного объекта без оформления разрешительных документов на водопользование. По словам председателя Думского комитета Николая Николаева, по данному законопроекту комитет провел несколько совещаний. Отрицательное заключение на законопроект поступило из правительства Минприроды и Государственного правового управления президента. Кроме этого, были проведены консультации по законопроекту с представителями Минтранса, у которых возникли вопросы, связанные с организацией дорог и переездов. Николаев обратил внимание, что водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются для экологической охраны водных объектов. Их главная цель – предотвращение загрязнения, засорения, заеления водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания, водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Законопроект отменяет запрет на движение и стоянку снегоходов и снегоболотоходов, но не предусматривает при этом никаких экологических требований. Он также сообщил, что ранее на рассмотрение Госдумы уже вносились аналогичные законодательные инициативы, но все они были отклонены при рассмотрении в первом чтении. Вместе с тем, как отметили участники заседания, вопрос с передвижением техники повышенной проходимости в водоохранных зонах районов Крайнего Севера важен для территорий, где невозможно зимой передвигаться другим видом транспорта. «Учитывая необходимость решения вопроса с передвижением на таких территориях, отправим письма вице-премьерам правительства Алексею Гордееву и Юрию Трутневу с просьбой высказать свою позицию», – предложил Николаев. Члены комитета поддержали данное предложение.